Мощный натиск, стремительная разнообразная серия ударов, короткие жесткие связки, боковой кик пяткой и пчаги и выпад рукой, более сложные комбинации, кальдоскоп ударов ногами, прямых, боковых, с разворота под разными углами. Мирослав Платицын – главный герой соревнования в омской команде. Юный спортсмен занимается тхаквандо два года, но уже освоил важные нюансы мастерства. В соревновании классно варьировал действия. Давление первым темпом, две яркие победы, смешанный стиль, переход на работу вторым номером, резкие техничные контратаки – эта тактика принесла успех в финальном поединке. Мирослав выиграл золотую медаль в категории 100 балл. В этом разделе как раз высоко ценятся атаки на опережение. Победить мне помогла моя техника хорошая. Я маневрировал и стремительно разнообразно атаковал. Россыпь серебряных медалей. Омские тхаквандисты завоевали сразу 11 наград. Три выиграла Галина Аксенова. По словам спортсменки, побеждать помог тренер Федор Мартыщенко. Тхаквандо – сложный координационный вид спорта. Точность действий начинается с правильной постановки стоп, ног, корпуса, четкости линий, траекторий. Галина много тренировалась. В состязании по базовой технике Хьонги спортсменка успешно совместила все нюансы исполнения. Баланс в стойках, правильную последовательность действий, силу, уровни ударов. В спаррингах Амичка отлично маневрировала. Применяла уходы, отвлекающие боковые удары. Затем резко атаковала верхний уровень. Серебряные медали Галины с золотым оттенком. Интересно было участвовать в этих соревнованиях. Потому что у меня была отличная физическая подготовка. И мне помогали в этом разные комбинации. К примеру, доля чаги, нуреновичаги, доля чаги. На этом соревновании было очень много соперников и боев. Александра Махалина продемонстрировала и характер, и мастерство. Амичка состязалась с сильными соперницами. Победительницами и призерами российских и международных соревнований. Не дрогнула. Прессинговала, перехватывала инициативу. Смело атаковала высокими ударами ногами с разворота и сверху вниз. Александра выиграла несколько поединков. Лишь в финале уступила более искусной сопернице из Красноярска. У меня был хороший настрой. И с комбинацией у меня получился удар доли чаги и два удара руками. Общий успех наших спортсменов – это уверенность в своих силах. Летом амичи занимались самостоятельно по тренерским заданиям. Затем прошел хороший подготовительный сбор. В результате омские тхэквондисты прибавили во всех аспектах мастерства – скорости, техники, разнообразие действий. Итоги турнира подвел главный тренер сборной Омской области по тхэквонду ГТФ Федор Мартыщенко. Проанализировав соревнования, наметили для себя много креатива. Из этого вынесли некоторые аспекты. И будем работать теперь больше над техникой, над тактикой, скоростно-силовые качества. И также применять будем это все в парах, на тренировках. Впереди у омских тхэквондистов напряженный подготовительный отрезок. Следующее крупное соревнование – чемпионаты первенства России. Турнир пройдет в декабре в Казани. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7. Турнир пройдет в декабре в Казани.